Из-за жестких требований таможенного союза через пропускной пункт Чонг-Капка, по сравнению с прошлым годом, намного меньше проводится различной сельскохозяйственной продукции из Таласской области, Казахстан, Россию и Белоруссию. Через Монастский район Казахстана и далее в эти осенние дни предприниматели и простые граждане вывозят фрукты и ягоды со всех областей Кыргызстана. По их словам, через пост Чонг-Капка выгоднее вывозить и завозить товары. Возим сафлор и пшеницы с Джамбулдского областа, с Казахстана. Чем нам с того, через Чалдовар ехать, отсюда ближе на 200 километров выиграем. Быстрее был таможенный союз, чтобы очередей мало было. 12% индейцев не будем платить. А из Казахстана Таласскую область везут не только твердое топливо, но и товары народного потребления через таможенный пост, расположенный в Монастском районе. Растительное происхождение, вот эти товары все через фитосанитарную сертификацию проходят. И из молочной продукции проходит здесь молочный порошок. Также через таможенный пост Чонг-Капка в Казахстан идет до 90% молочной продукции, поставляемой современным сырзаводом в селе Кызыл-Адыр Карабуринского района. Мы достигли качества и уже есть свои клиенты, потребители. И главное увеличить объем и дальше уходить уже на рынок России и Беларуси. В отличие от других подобных производств, на заводе есть ветеринарный врач, лаборатория, тщательно делаются анализы сырья. Поэтому местное масло и сыр без проблем вывозят в казахстанские города Тарас, Чемкенты и Алматы. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, Общественный Первый канал, Таласка область.